Всем привет, мои хорошие! С вами Кэмили. И сегодня я снимаю для вас новое видео. Это видео вместе с лохмачумом. И здесь у нас мои любимые консервированные ананасики. Обожаю! Я просто могу, не знаю, ведро съесть. Это самая любимая еда. Это просто... Вот если взять, например, обычный просто ананас и консервированный, мне больше нравится консервированный. У него такой, знаете, насыщенный вкус. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Я еще пробовала, по-моему, персики, да, персики были. Консервированные. Они мне, кстати, не очень понравились. И здесь у нас с вами лохмачум. Вот так вот. Вот такой вот красавец. Рецепт на него в МФБоксе вы можете найти. Не обязательно заказывать, можно и дома приготовить. Рецепт очень, кстати, простой. Мы специально взяли, знаете, как бы лепешку потолще и побольше мяса. Покупные обычно так не делают, но мы решили действовать по своему рецепту. Я прям вот так вот руками разделю. Нож забыла. Мы добавили этот острый перец. И прям, знаете, конкретно остро. Как это вкусно. Я уже отвыкла в этой комнате снимать. И, если честно, мне картинка здесь не очень уже нравится. Но в комментариях подписчики пишут, что соскучились по этой комнате. Правда, я не знаю, почему именно. Я решила, ну ничего, сниму один раз здесь тоже. Мне кажется, в той комнате более профессионально. Как-то ничего не отвлекает. Не знаю. Я уже решила, девчонки и мальчишки, я хочу завести АСМР-канал. Там не будет таких длинных видео, как у меня, например, на iKemile. И видео будут не настолько часто. То есть в неделю одно видео может. В две недели одно видео. Но когда я вот решу снимать АСМР, я буду снимать его на тот канал. Спонтанно пришла эта мысль. Почему я могу объяснить? Иногда я вижу в комментариях, что мне пишут на английском. Подписчики на корейском пишут. Я понимаю, что вот, например, столько подписчиков, как у САССМР невозможно набрать, если ты говоришь на русском языке. Скорее всего, невозможно будет набрать. А если тебя будет смотреть вся планета, это и больше подписчиков, это и новая аудитория. Я не буду забрасывать свой Мукбанг канал. Я просто хочу заниматься и тем, и тем. Потому что сейчас карантин, у меня реально полно свободного времени. Я не знаю, что снимать. Чувствую я, что с двумя каналами я конкретно превращусь в бочку. Но давно у меня была такая идея, где-то полгода назад. Но потом что-то эта идея ушла на второй план. Вот кулинарный канал. Мама прям счастлива. Хоть, знаете, немного просмотров. Ну, как хобби, например, для мамы. Мама счастлива, что у нее есть канал. Поэтому я хочу как-то развиваться. Еще, кстати, вчера увидела пост Оксаны Самойловой о том, что она разводится с жиганом. Я была просто в шоке. Такая красивая пара. Просто идеал. Я считала, что если я хочу семью, то только такую. Ну, не столько детей, конечно. Я вообще реально в шоке от этой ситуации. Если честно, я не верю, что это вот раз и вот как гром среди ясного неба. Такое обычно не происходит. мы просто женщину привыкли идеализировать. То есть мы видим какие-то недостатки, но мы не хотим в это верить. Мы говорим, да нет, люди врут, он мне не изменяет, он такой хороший. А в конце, к сожалению, оказывается, что люди-то были правы. Честно, я всегда смотрела их фотографии и восхищалась. Дочки настолько красивые. Знаете, успешные и жена, и муж. И просто смотришь на них и глаз радуется. Реально. Обычно, когда вот такие звездные пары разводятся, честно, меня не очень это как-то задевает. Ну, конечно, да, обидно, но вот один раз меня очень прям это задело за душу. Это когда Оля Бусова разводилась. Петрушечка вкуснейшая. И вот их развод. Оксана и Джекана. Знаете, после таких вещей, у меня просто пропадает доверие к мужчинам. Вот вы заметьте, большинство разводов происходит из-за мужчин. То он загулял, то он нашел какую-то мисс Москва или мисс Ростов. Получается, что женщина посвятила свои лучшие годы. у нее уже четыре ребенка. Знаете, не каждый мужчина возьмется воспитывать четверых детей. Мне кажется, это тоже ответственность. Не каждый возьмет эту ответственность. честно, я была очень расстроена. Я даже зашла на страницу к Джекану, посмотрела его истории, и у меня такое ощущение, что у него крыша поехала просто. постит непонятное вообще. Очень странно себя ведет. Очень странно. вроде сын родился, долгожданный сын, которого действительно они ждали, так хотели. буквально месяц прошел и это. Такие вот истории. Ну, знаете, как я склонна верить тому, что, скорее всего, через полгода, когда уже Джекан одумается, они все-таки помирятся. Но нужен ли он будет тогда уже Оксане? Вот в чем вопрос. Вообще дыма без огня не бывает. Я что-то там начала в интернете, смотрела новости, увидела вот эти всякие новости. Думаю, опять на сплетни, там еще что-то. А потом зашла на страницу Оксаны и вижу, она вот пост выложила, что все. очень жалко и обидно, потому что действительно была очень красивая пара. У меня, знаете, такая дурацкая привычка. Оказывается, что, например, Джекан изменял Оксане. Да что делает Айка? Звонит своему парню. Ты точно мне не изменяешь? А вдруг у нас тоже будет четверо детей, ты меня бросишь? Очень тупо. Никогда так не делайте, но... Айка всегда так делает. Если подруга поссорилась со своим парнем за какой-то темой, я сразу начинаю копать под своего. Но все-таки я думаю, что у них не было такого, что вот раз Джекан оказался сумасшедший, раз, а оказывается, он изменяет. Мне кажется, все-таки звоночки всегда бывают. Мы, женщины, всегда чувствуем, что нас обманывают, что что-то идет не так. Ну просто есть люди, которые все выставляют, все в соцсети, а есть такие люди, которые какие-то свои переживания держат в себе. И я как раз-таки среди тех людей, которые действительно свои переживания оставляют при себе. кстати о переживаниях. Спасибо вам за прямой эфир, который сегодня был. Больше тысячи человек были. На прямом эфире я почти 3 месяца не выходила. я не ожидала столько людей, но я ожидала эти вопросы. Как вы думаете, какие вопросы были? Я надеюсь, что я ответила на все вопросы и после этого я прошу эту тему больше не затрагивать. Я именно не заходила в прямой эфир в инстаграме как раз-таки вот из-за этих вопросов. Я просто не знала, что ответить, как сказать, а просто игнорировать. У меня парень говорит, просто игнорируй, делай вид, что ты не видишь. Но когда каждый вопрос одинаковый просто, это невозможно игнорировать. Вкуснятина. Ссылка в инфобоксе. На рецепт заходите. Многие почему-то, когда я айран пью, они думают, что я пью молоко. И потом в комментариях фу, ты с мясом пьешь молоко. Это же не сочетается. Ребят, это не молоко. Это кефир с водой. Называется айран. Соленый причем. И он идеально просто сочетается с лахмаджоном. Может быть, для вас это будет какой-то новый вкус и для вас это будет не очень вкусно. Потому что все-таки кто к чему привык. Вот я помню, подписчицы мне некоторые пишут, что им наш шараб вообще не нравится. Я обожаю. Я жить не могу. Но консервированные ананасы, мне кажется, они понравятся всем просто. Без исключения. Просто без исключения. Если вам не трудно, напишите, пожалуйста, в комментариях, как мне назвать свой АСМР-канал. Я помню, АйКук тоже мне придумала подписчица, за что ей огромное спасибо. Самые крутые идеи, конечно же, у моих подписчиков. Еще обязательно пишите, где лучше, в той комнате или в этой. Вот я сейчас смотрю, мне, честно, больше в той комнате нравится. Мне кажется, как-то здесь как-то непрофессионально. Но по домашнему можно чередовать. Один раз я снимала в своей комнате в розовой комнате. И столько было плохих комментариев в том плане, что цвет прям режет глаз, как ты живешь в этой комнате, невозможно смотреть. Я потом тоже как-то смотрю на это видео и реально очень отвлекает этот ярко-розовый цвет. И неприятно смотреть. Последний. Какой же он? Поэтому не стесняйтесь, пишите, если вам не нравится эта комната, пишите, потому что мне тоже не очень. Я как-то привыкла к той. Просто вкуснотища, ребята, обязательно приготовьте. не забывайте ставить лайк этому видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, что в следующем прямом эфире вы были тоже. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я вас очень сильно люблю. С вами Лайка Эмили. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok